всем доброе утро а доброе но знаете почему потому что сегодня на улице солнышко что-то в этом году лето нас не радует хорошей погодой опять у нас были дожди и только успеваешь в огороде работать только все посадили уже он за моей спиной картошка которую надо окучивать в общем ничего не успеваем и бы даже сказала что уже не доброе утро а даже уже наверное добрый день потому что время 11 часов пол двенадцатого вышла на улицу развесила белье эти дни перестирываем все вещи которые девчонки носили которые могут понадобиться но вот с утра вывесила еще солнышко не особо было сейчас вышла проверить но еще все равно влажная прямо очень хочется уже скорее все погладить девчонкам все сложить в чемоданы потому что они уже о так гораздо лучше потому что они уезжают завтра уже в лагерь а у нас еще чемоданы собраны только наполовину я наверное зря пошла с вами общаться на улице потому что ветерок знаете еще не нравится пух полетел сейчас вся эта одежда наверное будет у меня в пуху короче не знаю что происходит в этом году какой-то временной провал нот с ксюши буквально вчера разговаривали я говорю ксюш у тебя нет такого ощущения что время летит как-то слишком быстро она говорит дамам действительно вот еще недавно лежал снег у нас здесь в огороде на грядках а сегодня уже надо картошку окучивать ничего не успеваем вот у меня сейчас покажу одна единственная грядочка осталось не прополота ну потому что был дождик остальное в принципе все посадила ветерок правда здесь женя приобрел трубу это будет печка под казан который мы в прошлом году купили до которого так руки не дошли в общем ребят я не знаю мы вроде бы все стараемся делать все в каком-то экстренном режиме все это дело но ничего не успевается вот правда у меня цветочки тут вообще бардак полнейший пока все высадила уже все заросло здесь у меня вот куст клубники растет тут георгины синюха зацвела зацветают господи боже мой ладно вспомню скажу здесь у меня посадила бобы вьюнок такой будет красиво видится тут между этими цветками лилии посадила бархатцы вон торчат сейчас правда на камеру не видно но вот они у меня огородик вам покажу немножечко пробегусь забыла гвоздики вспомнила лилии там тоже в общем цветочки маки я оттуда убираю там на прополоть хоста вон бедолага у меня задыхается надо мокрицу прополоть сыра ничего не успеваешь прополоть тут вот тоже бархатцы короче женя косил буквально неделю назад уже все заросло клумбочки тоже петунии где успеваю бегом-бегом везде все срываю петунии тут вот такой вот чудесный какой-то интересный цветок ромашечки он кто-то и и тут поедает тоже не знаю название здесь дубок здесь компочка бархатцы петунии клубника вовсю цветет жалко что девчонки уезжают в лагерь я говорю так же как и в прошлом году пойдут ягоды а девчонки уедут здесь у меня в тазике топинамбур я его выставляла на авито продавала теперь не знаю куда девать тут тоже у меня горшочки с цветами стоят тут зеленушки всякие растут укроп руккола лучок грядка с чесночком в этом году мне не очень радует морковь вот на этой грядке как зашла там у меня посажена свекла которую вот надо будет прополоть тут морковь как-то непонятно вообще все зашло здесь лук здесь чеснок здесь тоже лук все укропом затянуло здесь тоже надо выдрать срочно укроп но сегодня мы планируем сделать шашлык поэтому я почищу эти грядочки тут лук батун тюльпаны весной красиво цвели здесь но картошка кусты и все вы это знаете там в конце огорода у меня под бутылками капуста я ее уже разок окучила бутылки не снимают целенаправленно потому что ее капусту эту поедают какие-то прыгающие бложки несколько рядов картошки здесь морковь там клубника там тоже морковь там более-менее взошла морковь там тоже морковочка и клубника здесь у меня в парнике вот здесь вот еще осталось капуста надо тоже выдрать руки не доходит ни до чего вот здесь кабачки растут ну давайте в тепличку с вами сходим горошек подвязала здесь сельдерей правда вот стараешься все сегодня утра вышла думаю пойду полить огурцы здесь у меня астры тут тоже топинамбур и какие-то желтые шарики цветы в общем здесь эхинацея астры больше ничего и не садила здесь же не на травка чабрец растет лук батон на этой грядочке у меня тоже всякие разные цветы здесь еще земляничка посажена лилии какие-то саранки и синюха и бетонии в общем вот так вот много стоп не стал садить севель надо его весь обрезать будет здесь мне еще один георгин учиться прямо не знаю куда его даже и высадить сегодня вытащила на улицу думаю может так его и оставить в этом горшке или все-таки куда-нибудь высадить в общем не знаю выбежала сегодня подвязала помидорки на некоторых уже завязались он видите помидорочки какой-то игру везде пух летит прямо начался сезон пуха уже удобряли помидорки вот видите уже начинают помидор очки появляться полила с утра сегодня огурчики вышла сегодня он руки уже зеленые сразу же начала тут помидоры подвязывать вот огурцы тут вот где-то по два огурца сидят там потом на стройку идти выкопал посадим на стройку здесь клёны канадские это бизнес ребят выставили на авито продают и кстати покупают да здесь у меня базилик там тоже еще клёны стоят ну в общем вот так вот примерно у меня на сегодняшний день выглядит мой огородик это сегодня у нас 23 июня погода прямо вообще только успеваешь дожди пройдут земля сырая надо бы прополоть а ты не можешь прополоть потому что все знаете противно пальцем прилипает все как глина в общем не очень приятно процедура происходит тут еще тоже надо было заканчивать а может теплицу пойдемте с вами там правда тени какие-то дурацкие но зато нет ветра в общем заканчивали с девчонками все книжки сдавали в общем по учебе там потом вот эти вот все выпускные были а кстати хотела да рассказать по поводу сейчас сюда присяду и своим поговорим девчонки у меня проснулись сегодня дала им подольше поспать поэтому пока они собираются хотела ой правда не знаю как вам сесть кругом вот это вот тень ну ладно смотрите в общем меня как есть хотела по поводу обещала вернее вам рассказать по поводу а не по поводу ее здоровья как мы съездили тогда в екатеринбург напоминаю для тех кто может быть нас еще впервые смотрит ну и вообще реже стали намного снимать видео но я говорю что действительно мне кажется что видео только вчера выложила я посмотрел уже больше двух недель прошло поэтому искренне каюсь сейчас на не еще переключусь немножко про себя еще расскажу потому что какие-то были такие периоды что марьяшка у нас болела плюс вот эти все посадки же не работал я как бы тут одна с тремя девчонками заканчивались тут все эти подготовки выпускные и так далее и тому подобное нужно было пересдавать документы потом вот эти вот все путевки тоже разрешали вопрос я уже тоже рассказывала о том что это надо было найти написать в общем потом съездила получила наконец в итоге не знаю в общем у меня такое состояние какое-то внутреннее знаете либо из-за происходящих всех вот этих событий и в этом году я не знаю просто какое-то вот физическое и моральное состояние для съемок не очень-то как-то меня вдохновляют все это знаете я бы назвала это может быть каким-то творческим кризисом я сама прямо очень очень сильно сожалею о том что я не снимаю очень много интересных моментов но просто руки руки не доходили до того чтобы взять камеру и начать для вас снимать плюс со здоровьем какая-то ерунда стала происходить видимо снизился иммунитет на фоне вот этой вот может это психосоматика так сказывается или чё в общем меня жутко стала болеть спина поясница шейный отдел общем между лопаток просто я два раза уже проставила уколы поэтому сейчас приняла решение что хватит себя мучить лекарствами записалась прошла диспансеризацию в общем сделала как это рентген до рентген поясничного отдела прошла полностью диспансеризацию но на диспансеризации анализа у меня все все прям хорошие сделала кардиограмму ну вот только по спине у меня в общем шейный и поясничный я думаю что скорее всего распространенный остеохондроз поэтому сейчас мне назначили лфк по идее я уже три дня должна ходить на него но решила буду заниматься этим с понедельника потому что сейчас надо собирать девчонок спокойно их отправить в лагерь проходили комиссии сдавали все анализы ну в общем вот так вот жене тоже долго его не могла отправить потому что у него то крыша то работа то огород в общем вот эти вот все знаете такие бытовушные дела которые очень сильно затягивают и попадаешь знаете в какую-то временное пространственное какое-то непонятное состояние что кажется что вот вроде бы еще только вчера снег сошел а уже уже почти середина лета вот женя тоже прошел диспансеризацию сейчас я буду девчонок отправлю буду ходить на лфк ну и давайте теперь про анютку в общем мы приехали в екатеринбург накануне я утром просыпаюсь не накануне а утром день поездки я проснулась и понимаю что я себя вообще очень очень плохо чувствую у меня вообще все течет из носа понимаю что я на грани того что у меня поднимется температура горло не болело у меня просто дико тип тепло из носа был сильнейший насморк намазала всем чем можно закапала но понимаю что анализы мы все прошли дата у нас назначена ехать надо в общем приезжаем и туда где-то за полчаса я взяла с собой градусник где-то наверное я померила температуру у меня стала подниматься температура я понимаю что меня в больницу не пустят потому что там термометрия до при входе взяла с собой таблетки за полчаса выпила таблетки когда мы подъехали к поликлинике они там перекусывали жени в машине сидели я понимаю что у меня температура не падает а только повышается и жене говорю может мне еще вторую таблетку выпить в общем состояние было вообще не айс вторую таблетку пить не стала на улице было так зябко вообще холодно это считаемая месяц был дошли мы до больницы я иду запястья знаете куртку задрала так и запястья охлаждаю чтобы хотя бы температура кожи не бы не знаю в общем на что я надеялась думаю должно все пройти нормально в общем и заходим бежит ко мне эта женщина с градусником мерить я тут ее это отвлекаю на полис я говорю а куда что в автомат тут ставить в общем в итоге меня пронесло температуру мне не стали измерять поднялись кабинет в общем напоминаю да они таки должны были предлагали сделать операцию так радиочастотной аблации называется сейчас вспомнила то есть предыдущих роликах я рассказывала операция это делается в новосибирске так как там одни из лучших врачей оборудования как нам сказали в общем я прочитала про эту клинику сходила проконсультировалась вот тоже с соседкой но она взрослый кардиолог поэтому как бы но она говорит я ее когда спросила я круто бы стала своему ребенку делать такую операцию на сказала мне нет в общем мы решили пообщаться с врачом конечно же не очень хорошо она нас восприняла когда мы начали говорить о том что мы советовались а здесь нашим местным кардиологом то что она взрослый кардиолог конечно она так высказала что вроде как ну и что вы тогда и лечитесь у своего кардиолога раз вы вам не сомневаетесь женя сказал ну как бы это же все таки ребенок это не машина насколько целесообразно делать сейчас эту операцию в общем в итоге получилось так что она еще раз пересмотрела всю историю болезни анюткину оказалось что якобы врач молодая которая вас смотрела она хотела перестраховаться все-таки сделать операцию раз она вам назначает лекарства и не видит улучшений значит ну как бы единственным выходом для вас была бы эта операция в итоге она пересмотрела вот эту всю историю болезни и удивительно так сказала ой так у вас же динамика то есть после принятия лекарства в принципе у вас же вот раньше было столько экстрасистол а сейчас их стало меньше но вот если вы все таки сомневаетесь если у вас настрой такой а важно операция зависит от настроя очень сильно и в общем очень важен настрой в этом деле если вы не настроены то давайте не будем делать эту операцию но давайте сейчас сходим на узи потому что сегодня говорит находится у нас один из лучших докторов которые проводят вот эту вот узи плюс еще аппарат какого-то там экстра супер класса в общем давайте сходим туда если там будет расширение какой-то камеры то тогда операция вам точно показано в общем я сижу в кабинете смутно все это понимаю чувствую что у меня начинает подниматься температура нам нужно пойти в другой корпус через переход к те кто смотрел наши ролики как мы ездили в екатеринбург больницу видели это переход в общем в этом переходе я успеваю только менять платки высмаркиваться подходим к кабинету и окружения давай ты пойдешь в кабинет узи еще напомню что у анютки ставили врожденный порог сердца двустворчатый ауртальный клапан то есть он у него так вот открывался вместо трех створочек которые должны открываться в общем я сижу в коридоре наблюдая вот эту всю картину конечно очень много было в этой вот больнице онкобольных на различные вот эти вот всякие диагностические процедуру сидели зрелище конечно такое прямо впечатление сколько же все-таки у нас онкобольных детей в общем сижу я в коридоре жене прошли с анюткой мы выходим в коридор и я беру вот это вот листочек в котором ну как бы заключение на врача который провел обследование иду и читаю такая структура там сердце тролевали ну сейчас точно не помню но дело в том что читаю створки количество 3 я так засомневалась и думаю как так 3 ну думаю придем к врачу и она нам что-нибудь скажет может быть я в чем-то сейчас сомневаюсь то есть мы несколько лет ездим нам делают постоянно узи делают у нас городе делают в екатеринбурге все видели две створки а тут вдруг врач эксперт там супер-пупер экстра класса увидел у ани три створки в итоге мы зашли к врачу женя говорит а чё говорит мы все выздоровели что ли у нас клапан третий образовался она говорит ну вот видите так бывает что вроде как бывает что врачи как-то неправильно смотрят ну знаете удивляет как тогда они вообще смотрят если нам не меньше там десяти раз делали узи за это все время то есть они что получается переписывают но вот конкретно у нас последний случай когда мы делали узи они просто берут в карточку так какой там диагноз она и сказала а она все смотрит как это так они смотрят в общем сейчас вот этот вопрос остался незакрытым все-таки насчет того что две или три створки в общем нас отпустили пока до конца лета сказали продолжать опять пить лекарства в той же самой дозировки в которой мы пили ой не знаю когда это все закончится конечно и у меня вопрос надо где-то найти здесь у нас еще хорошего специалиста тогда уже прийти и не показывать вообще все эти предыдущие узи и чтобы человек посмотрел все-таки есть ли у нее этот врожденный порог сердца трехстворчатый все-таки клапан или двухстворчатый короче в общем вот так вот мы и съездили конечно анютка взбодрилась мы сели в машину а потом тоже брала с собой делала салатик там очень бутербродики сели перекусить мы в принципе приехали с утра и к обеду мы уже освободились уже где-то в час наверное или два были дома и она села в машину пока мы там перекусывали сидит и такая радостная крит мама что я теперь говорит нормальный человек евро так анютка ты была в принципе нормальный человек как бы вот не знаю когда мы общались с врачом то есть спрашивали да насколько нам необходима эта операция мы говорим ладно бы если у нас там головокружение обмороки отдышка пыли еще что-то было нет у нас ребенок живет обычно нормальной жизнью ну только единственное вот последнее время она стала очень восприимчива то есть вчера буквально мы сидели марьяшкины какие-то задания и там надо было в слове обозначить какая буква там в слове ладья да буква д она твердая или мягкая она сидела анютка у нас в это время рисовала и я как бы я думаю сейчас во время игры как бы немножечко с ней это потренируемся я задаю вот эти вопросы я игры в слове ладья да и мягкая ли твердая нам не отвечает потом игру в слове дом твердая или мягкая в итоге она такая разнервничалась я ее еще последнее слово спрашиваю она молчит я говорю анютка так ты мне ответишь или нет на сидит молчит я еще раз ее спросил в общем нам психанула я вообще-то тут рисую я говорю ну я ж тебе ничего-то сложное такое говорю я говорю форме игры в общем она психанула разревелась что вы ко мне пристали такая все вот в общем вот такая вспыльчивая немножечко последнее время а так в принципе состояние то у нее в принципе нормальное как у всех нормальных детей поэтому сейчас наверное уже только до осени лето закончится в общем историю я вам рассказала сейчас Женя у меня уехал на крышу пока погода стоит нормально вчера вечером тоже поехал приколачивать там какие-то ему надо тоже доски было он говорит два или три раза чуть не навернулся был у нас уже случай его падения приехал вся ляжка синяя в общем навернулся он говорит ладно хоть ногу не сломал в общем встал там же доски на крыше как бы постелены и он между досками встал оступился в общем и нога у него как-то загнулась приехала господи вся задница вся нога все синее ну что делать в общем каждый раз уезжает я ему говорю пожалуйста будьте осторожнее в общем вот обещала историю про Аню рассказать а так в принципе я говорю что многие мне пишут почему так редко стали снимать ролики в принципе причину я уже объяснила физическое состояние моральное состояние не очень плюс вот это вот все как-то наложилось Марьяна сейчас у нее такое тоже она себя поведение такое что она просто как хвост она вот даже ночью куда-нибудь там вот просто пошевелишься она соскакивает резко мама ты куда я не знаю с чем это связано и меня это начинает прямо вообще очень напрягать она ходит за мной хвостом только я от нее отхожу сидели допустим вместе на диване я встала куда-то пошла в зал там или куда-нибудь на кухню она бежит за мной мама ты куда мама ты куда и вот это вот постоянное поиграйте со мной девчонки уже не хотят потому что с ней начинаешь играть она буквально две минуты начинает ну как бы две минуты поиграет ей это все надоедает ей надо сменить какую-то тематику игры либо вообще полностью на другую игру переключиться девчонки уже просто стреляются я стреляю для меня сейчас садик спасение она у меня вот полторы недели дома просидела это мне надо выйти в огород ее с собой берешь она начинает я вот говорю она на качельке качается я беру ведро ухожу там в теплицу за лопаточкой или еще она соскакивает бежит за мной мама ты куда я говорю да марияж я тут я рядышком я никуда то есть у нее какой-то страх маму потерять что ли ничего не понимаю и вот такое вот состояние вот знаете просто вот как бы хочется где-то от кого-то уединиться не снимать вот я не знаю честно поэтому стараюсь по мере возможности снимать сейчас с девчонками они у меня покушают и будем снимать для вас сборы чемодана обещанные наше видео в этом году обеим говорю ну на Ксюше так как бы можно надеяться да она в прошлом году хорошо нам с вами поснимала ролики Анютка конечно тоже как и в том году говорит что мама я же на год там старше стала буду обязательно снимать ролики но посмотрим в общем такое солнышко яркое классно вообще после трех дней затяжных дождей выйти посидеть даже в той же тепличке правда здесь жарковато сижу ну чтобы тихо было и я могла спокойно вам все рассказать посидим и здесь с вами пообщаемся в общем Женя у нас часов до пяти наверное побудет на крыше потому что решили сегодня последний денечек пожарить с девчонками шашлыки тоже на днях покупали булки булки для этих для гамбургеров делали гамбургеры с ребятами должен будет потом приехать Арсений поедет Женя немножечко на крыше помочь мы с девчонками будем все подготавливать к шашлыку сейчас пойдем отснимем для вас сборы чем чемоданов только надо будет догладить оставшиеся вещи которые у меня сохнут еще нютки там надо и Ксюше найти сланцы короче сегодня у нас день сборов с утра встала сбегала в это вот все развесила в тепличку сбегала девчонок подняла для съемок все подготовила как только я соберусь силами отвезем девчонок обязательно для вас все смонтирую и то как мы заезжаем завозим девчонок в лагерь ну и будем от них ждать конечно же весточки ладно все пошла я девчонок собирать помогать дальше вкратце вам рассказала как у нас сейчас дела небо красота уже вечер небо подзатянуло мужчинки наши вернулись со стройки заехали мы с Ксюшей в ленту а там что-то килограмм 300 угля стоит 170 рублей не стали с ней покупать Женя вон дровишки ждет в общем мы полдня потратили на ролики про сборы чемоданов сейчас вышла нарвать зелень буду готовить шашлычки Евгений суровый ты прямо ну очень суровый очень сурово выглядишь конечно сжигая тут палки на костре дровишки на костре штор сений уезжает завтра ксения расстроен будешь скучать буду и мы тоже будем по ним скучать бумажки сжигают с под углей что ли кто-то что-то пилит сверлит вышла прокоптится с вами артинина тебя бумажка нападает какая-то спасайся в общем пошла я на руку сейчас укроп лук анютка там моет помидорки огурчики сейчас нарежем отвариваем еще картошечку с маслицем со свежим укропчиком будет вкуснотища Евгений суровый жарит шашлык кому-то будет вкусно для тех я говорю нету я не пропилил еще пропил не сделал так нужно то вижу в мангале чтобы евром вот так ставить а да уже не кстати новый мангал же он сделал а мы показывали его нет вообще с тобой из нержавейки я Евгений сварила что таким голосом из троечки посмотрите какой вечный мангал полюбуйтесь да еще не пропилил а шовчики да какие посмотрите шовчики покажу не знаю ну шовчики надо показать да да делаю звук мастера мастер Евгений Евгений золотые руки это как это Машка золотые ручки что ли это что такое ну это эти цыганка типа взорвывается да я такого не знаю ну не Машка там ну короче какая то ну там смотри там потом не знаю так музыка окончилась дитятку дитятку наши вымахала лялька вымахала ноги до пола торчат папа у нас не может удержаться ребят отправили забирать ксюш там что-то на озоне еще заказывала перед лагерем для лагеря в общем не знаю что и надо там уехали женя я говорю ты чё начал то без ребят есть а ты мне чё сказал на проверить друг не прожарилась вот к огурчики пожевывает я не знаю показывала полочку или нет сделали ну конечно еще здесь нужно довести до ума здесь же не вазочку такую не сделал там с пробирочкой тут декоративная такая тарелочка тоже сам все выпилил доделали в общем этот домик видите труба практически задекорирована только вот вверх надо что-то туда придумать небольшое здесь корзиночка такая с цветочками стоит такую еще рамочку сделал там тоже в одной пробирке сухо цвет другой розочка стоит ну в общем как то так мы эту трубу запрятали зацените напишите в комментариях как вам наше произведение искусства нравится или нет на зиму заказа принимаю пока пока деятельность по вырезанию деревяшек приостановили потому что времени катастрофически не хватает женька и у тебя вся голова в этих пепле пепли да в общем вот так вот у нас стол выглядит огурчики порезали шашлычок сейчас еще ребята придут картошечка отварная с маслицами сливочным с укропчиком тут лучок пожарила когда мариную лук о этот шашлык мариную лук потом обжариваю очень вкусно добавлять вот либо в картошку либо так прикуску есть там зелень всякую все принципе в общем ребята у нас уже вернулись удачно ксюша забрали все ну ладно очень телом и сейчас ужинаем я еще сяду заполню документы сложу все сумочку и завтра едем все всем пока на этом завершаем видео всем до скорых встреч девчонки обещают снимать видео обещаешь они все всем до скорых встреч для новых видео я докажу и устаю тут подписывайтесь на наш канал если вы еще не подписаны нажимайте на колокольчик пишите ваши комментарии всем пока 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 Субтитры подогнал «Симон»